Это генеральная репетиция кадетского бала, который прошел в минувшую субботу во Дворце культуры Пролетарка. Кадет — это не только сильный и мужественный, это еще прежде всего и красивый и умный. Чтобы быть красивым и художественно развитым, мы решили организовать и провести кадетский бал. Первый кадетский класс ФСБ был открыт в образовательном центре имени Александра Отрощенко в начале нового учебного 2021 года. Сейчас к 28 первопроходцам прибавились еще два кадетских класса, учебная программа которых совмещает физическую подготовку, углубленное изучение специальных предметов, занятия музыкой и танцами. Первый кадетский бал стал своеобразным экзаменом эстетического образования. Очень было тяжело, потому что девчонки еще более-менее как-то к этому, как сказать, судьбой природы приспособлены, а мальчишки, они все-таки больше хулиганы. И поэтому мальчишкам было тяжело втягиваться, но тем не менее, они вот, как вы сейчас можете посмотреть, они просто шикарны. В танцевальную программу бала вошли несколько вальсов и один полонез. На репетицию пришли родители, ребят те, кто помогал педагогам в постановке танцев. Мы недавно разговаривали с кадетским корпусом Санкт-Петербурга и получили приятное предложение участвовать в кадетском бале, но для этого нам надо держать марку. Да, мы думаем, что это будет у нас произойти ежегодно, будем участвовать в других балах. И первое предложение, которое поступило, это кадетский бал на Дворцовой площади, но мы его пока пропустим. В следующий год мы поучаствуем. Кадетский бал стал настоящим праздником для самих ребят и для их родителей, которые, сдерживая слезы, любовались своими детьми. Этими ребятами действительно можно гордиться. За годы обучения в кадетском классе они здорово выросли, как физически, так и духовно. Ведь главная задача кадетского движения – воспитание всесторонне развитой личности, настоящего патриота своей Родины. Очередной, он же заключительный, этап Кубка-Отрощанка. Перефразируем крылатая с бала на корабль. Точнее, с кадетского бала на полосу препятствий. Это уже воскресный день 19 мая. Участники – те же ученики кадетского класса ФСБ. Экзамен по эстетическому воспитанию накануне они сдали на отлично. Впереди экзамен на физическую выносливость. Финальный этап Кубка-Отрощанки – полоса препятствий. Сама полоса, очень сложная полоса, примерно аналог полосы Валабина. После этого ребята выполняют упражнения по высотно-штурмовому, подготовке к метанию ножей и ориентированию. Соревнования проходят в деревне Фёфилово Калининского района. Здесь традиционно проходит учебно-спортивный сбор кадетских классов на тропе настоящих. В этом году посмотреть на физическую подготовку ребят приехали представители кадетского корпуса Санкт-Петербурга. Гости дали высокую оценку системе подготовки кадетов и уровню развития ребят. Полосу препятствий проходили все кадеты образовательного центра имени Отрощанка с 8 по 10 классы. Соревнования проходят второй год. То, что вы видите, финал состязаний. В течение года ребята соревнуются в стрельбе, скалолазании, робототехнике, шахматам и шашкам. Все накопленные баллы вкупе с полосой препятствий суммируются. И в конце учебного года победитель получает переходящий кубок – главную награду. В прошлом году лучшим был признан кадетский класс 8-й К.